Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать. И сегодняшняя тема сообщения, о котором я буду говорить, это командная работа. Это сообщение касаемо всех специалистов, которые работают у нас в институте. И моя тематика будет касаться именно этиологических моментов, проблемы, почему мы видим эту группу пациентов, и эпидемиологии. Конечно же, касаться именно непосредственно лечения я не буду в этом докладе, поскольку очень интенсивный режим у нас сегодняшней работы. Ну и хотелось бы сказать, если мы обращаемся к эпидемиологии, по данным Всемирной организации здравоохранения, локализация опухоли головы и шеи на сегодняшний день Российская Федерация не занимает лидирующее место, но, тем не менее, в ряде стран, в которых чаще всего встречается рак головы и шеи, мы занимаем шестое место. На самом деле, это значимая такая эпидемиологическая составляющая, поскольку ежегодно заболеваемость в Российской Федерации составляет около 10 тысяч пациентов. Смертность от данного заболевания составляет более 4 тысяч пациентов. По распределению локализации данной опухоли, это губа, может быть гортань, гортоноглотка, эти локализации небольшие, анатомически они обозначены. Но удивляет то, что, несмотря на визуализацию и видимые опухолевые проявления, пациенты обращаются, к сожалению, не всегда на первой стадии. И вот если говорить о заболеваемости губы и полости рта, практически 43%. Все-таки мы не видим пациентов с первой стадии так часто, как видим с третьей и четвертой стадии. Чаще всего, конечно, 90% случаев это плоскоклеточный рак. Также, если обратиться и взять одну из нозологий рак гортани, мы видим, что в Российской Федерации погибают пациенты от рака гортани более 4 тысяч в год. Это огромное количество людей, и заболеваемость составляет более 7 тысяч пациентов в год. И действительно, это очень большой показатель. И, как видите, как занимает Российская Федерация в этой шкале, какое место. При распределении пациентов по локализации, и, как я говорила ранее, что мы видим пациентов с третьей и четвертой стадии, можно какое-то оправдание в плане пациентов, у которых имеется рак глотки. Поскольку глотка – это та часть органа анатомического строения, когда не всегда пациент может понять, и поперхивание не всегда является онкологическим проявлением. И поэтому мы видим, что пациенты с заболеваемостью глотки в 43% случаев приходят в четвертой стадии. Но что говорить о пациентах, которые в 5% случаев приходят рак губы? Конечно, это очень большая проблема, это социальная проблема, это группа пациентов, которые обладают возможностью рано прийти и не приходят к врачу на лечение. Это очень большая проблема, над которой надо работать в этом направлении и проводить вот такие вот мероприятия, которые будут объяснять и обращаемость пациентов повысить за счет этого. Если мы рассматриваем пациентов как первичных и метастатических, то мы видим, что в зависимости от локализованного рака, местно распространенного и рецидивирующего, градируется выживаемость, пятилетняя общая выживаемость данной категории пациентов. При локализации опухоли в одной зоне без регионального метастазирования, в 83% случаев пациенты выживают, переживают пятилетний промежуток времени. Ну и хуже группа, конечно же, это рецидивный рак, когда пациент неоднократно проявляется рецидив у данной группы пациентов. Чаще всего это мужчины, которые заболевают данной патологией. Что же является потенциальным предиктором возникновения данного заболевания? Как я и говорила о том, что мы будем сегодня говорить в этом докладе о теологических моментах, и, конечно же, хотел бы сказать, что это в большей степени группа социальных проблем. То есть это группа пациентов, которые употребляют, имеют вредные привычки, которые употребляют алкоголь и имеют зависимость от курения. Это те пациенты, у которых в ИПЧ имеется ассоциация, у которых есть вирус папиллома человека. Та группа пациентов, у которых имеется вирус Супштейнобар, либо пациенты, которые ВИЧ-инфицированы, у которых также появляется рак языка, и вроде, казалось бы, на фоне общего благополучия у пациента выявляется ВИЧ-инфекция. Те группы пациентов, которые приходят к нам на прием, мы видим эту группу пациентов и начинаем объяснять им, что курение – это действительно большая проблема, и нужно просто бросать курить, поскольку уже один рак у пациента появился. Но мы не можем никаким образом воздействовать на этих пациентов самостоятельно. Это группа людей, которые окружают пациента, она должна обязательно работать в этом направлении. Но основной проблемой являются не только те пациенты, которые курят, но и те, которые рядом с ним курят. Поэтому, конечно же, необходимо проводить профилактические мероприятия, необходим отказ от курения. И если обращаться к статистике и социальным опросам, которые проводят, мы понимаем, что уровень регулярного потребления никотинсодержащих продуктов составляет 33%. Это очень много. И курят различные устройства. Но на самом деле тенденция к уменьшению на сегодняшний день существует. Все-таки молодые люди, они больше смотрят на здоровый образ жизни. Одна еще проблема, которая возникает, и объяснить пациенту очень сложно, это несонированная ротовая полость, о которой мы очень часто говорим, но пациенты, к сожалению, часть пациентов не внимает просьбам о санации ротовой полости. Те же травмы, которые получает пациент при травматизации именно боковой поверхности языка. Но, к сожалению, мы встречаемся чаще всего именно с этой проблемой. Еще одна проблема, о которой мы часто говорим, о том, что, несмотря на то, что действительно считается, что мужчины чаще всего курят, на сегодняшний день, и тенденция уже с 2016 года, что чаще курят и женщины. Больше чем, большая часть, если смотреть среди курильщиков, это женщины. И это огромная проблема. Но хотелось бы отметить то, что в настоящее время при обращении мы собираем информацию от пациентов, что они обращаются уже в медицинские организации. Они просят помочь им. Поскольку зависимость настолько велика, и помочь им может только медицинский работник, уменьшая количество потребляемого либо алкоголя, либо сигарет, для того, чтобы уменьшить и улучшить качество жизни этих пациентов. Когда мы говорим с пациентом о том, что у него возник рак, и он может заболеть, или возникнет рак, но тогда начинают пациенты нам говорить о том, что его родственники прожили очень долго, и никаких онкологических заболеваний у них не было. Но, как вы знаете, не только онкологические заболевания параллельны с курением и с алкоголем, но и другие заболевания, не хроническая болезнь, а обструктивная болезнь легких, которая не дает полноценную жизнь человеку, парадонтозы, которые преследуют этих людей. И, конечно же, нужно проводить профилактическую работу в этом направлении. Рак гортани, который представлен на слайде, это конкретно ситуация, когда пациенты, употребляющие и имеющие вредные привычки, сталкиваются с тем, что появляется вот такое заболевание. Но ситуация складывается таким образом, вылечившись от первичной, первой стадии рака гортани, пациенты подступают к нам с опухолю полости рта. И на вопрос о том, бросил ли он курить или употреблять алкоголь, пациент однозначно отвечает «нет», потому что он изречился от первого заболевания. Конечно, нужно проводить работу в данном направлении. Эти локализации, это все пациенты-курильщики, которые употребляли никотин, содержащий продукцию. И вот справа слайд, это меланома слизистой оболочки полости рта. На самом деле, пациентка тоже непонятно по какой причине, но эта женщина уменьшила количество потребляемых сигарет, но прямая зависимость от курения здесь, конечно же, присутствует. Статистически, если обратиться к литературным данным, к источникам литературы, мы знаем, что на фоне предшествующих невусов крайне редко возникает злокачественное образование пигмента, имейте в виду меланома. Но вот если говорить о меланозах курильщика тоже, мы сталкивались с тем, что те образования, которые располагаются в зоне твердого неба, могут возникнуть меланомы именно на фоне неизмененной слизистой оболочки. И, конечно же, те продукты распада при курении, они также способствуют возникновению злокачественной опухоли в ротовой полости. Меланома слизистых оболочек – это крайне тяжелое заболевание, которое очень плохо подвергается лечению. И, конечно же, нужно в этом направлении работать и помогать пациентам понять проблему лечения от этой зависимости. Еще одна проблема, которая возникает, мы, оперируя этих пациентов, понимаем, что большая часть этих пациентов, особенно в третьей-четвертой стадии, нуждается в реконструктивной операции, одномоментной. Но те пациенты, которые потребляют алкоголь и курят, имеют атеросклероз, те пациенты потенциально не подходят для микрохирургической реконструкции. Это большая проблема, когда у пациента выполняется огромный объем работы хирургического вмешательства в ротовой полости, необходимо восполнить дефект нижней челюсти или глотки, и когда невозможно выполнить микрохирургический анастомоз, ввиду того, что имеется атеросклероз сонных сосудов, и в целом пациент имеет вредные привычки и не намерен от них избавляться. Та концепция снижения вреда в обычной жизни, которая существует, это если говорить о тех средствах передвижения, которые мы имеем в машине, когда едем, имеется ремень безопасности. То есть та ситуация, когда мы не можем не использовать это, и не можем не ездить на машине, мы должны использовать какие-то приспособления, которые спасают от критической ситуации. То же самое у нас происходит с вредными привычками. Я понимаю, что трудно объяснить сразу пациенту, что он должен бросить курить, поскольку в данной ситуации, несмотря на то, что есть приказ министра здравоохранения, о том, что вы изданы в 2021 году, о том, что необходимо очень такое внимание уделять в медицинских организациях к проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни. Но тем не менее, и международные наши специалисты также работают в этом направлении, чтобы поменять ситуацию и изменить образ жизни данной категории пациента, проводить профилактические просветительные работы в данном направлении. И еще одна проблема, которая возникает у пациентов с курением и алкоголизмом, в частности, это те пациенты, у которых планируется химиотерапия. Когда проводится химиотерапия, мы понимаем, что есть нейротоксичность, есть поражение нервных волокон, поражение мозга, может быть. И те пациенты, когда приходят на прием, мы спрашиваем у них, принимает ли он алкоголь, в каких количествах, и намерен ли он их бросить. Это занятие. Конечно же, пациент отвечает, да, он бросает это уже давно, но мы видим судорожную готовность на введение, например, того же цисплотина. И, конечно, понимаем, что цисплотин сам по себе нейротоксичный препарат. И при такой патологии, конечно же, это все усугубляется. Ну, хотелось бы сказать еще пару слов о том, что есть П-16 позитивные и негативные раки. Это тоже способствует возникновению рака головы и шеи. И, конечно же, распределение клинических рекомендаций как раз-таки относительно П-16 плюс и П-16 минус. В зависимости от этого имеется тактика лечения данной категории пациентов. А также местно распространенные выпачки положительные или митостатические, также, как видите, общая пятилетняя выживаемость значительно градируется, и она видна на слайде, что имеются различия существенные. Поэтому мы, подбирая лечение, должны обязательно ассоциированные с пациентом обратить на это внимание, что те факторы, которые ассоциированы с пациентом, сопутствующие вредной привычке, предпочтения, мы должны это учитывать. Те факторы, которые существуют, распространенность, локализация опухоли. Конечно же, мы должны учитывать рекомендации, которые у нас есть, и российские, обязательно мы опираемся именно на российские рекомендации, ну и обращаемся к международным классификациям в том числе. Лечение, само лечение, конечно же, зависит от выпачи статуса. Например, эффективность химиолучевой терапии, если есть П16-позитивный пациент, то тогда значительно выше результаты, ну и при негативном раке также будет прогноз хуже, чем у П16-позитивных. Несколько слов о трудных дыхательных путях, это то, о чем мы сегодня будем очень много говорить, и, конечно же, это большая проблема, когда нет взаимодействия между хирургом и анестезиологом. Источник грубых ошибок заключается именно в этом. Одна локализация, анатомически все об этом знают, где это располагается, зона, где мы дышим, говорим, питаемся, и все, все эти зоны, они друг с другом тесно взаимосвязаны. Когда мы видим пациента, у которого была уже операция, возникает трудный дыхательный путь, мы обязательно обговариваем с анестезиологами, как мы начнем наркоз, и что будет до операции, во время и после. В такой локализации очень сложно подобрать пациентов, когда мы понимаем, как дать этому пациенту наркоз. И, конечно же, здесь работа идет и хирургов, и анестезиологов, и нельзя находиться хирургу далеко от анестезиолога в момент дачи наркоза, поскольку здесь как раз-таки может возникнуть ситуация, вот как здесь на слайде представлено огромное образование, которое может препятствовать проведению и дачи наркоза. Алгоритм до и после, сегодня мы плотно будем говорить об этом. И та интубация, о которой сегодня расскажут нам специалисты, это фиброптическая интубация, она уже с 1968 года вошла в такую рутинную практику. Ну и хотелось бы представить нашу команду, команда специалистов инмитции онкологии Петрова, которые четко планируют каждого пациента. Спасибо большое за внимание и хотелось бы воспользоваться случаем, пригласить всех на форум, который состоится у нас в июле и будет также очень много интересных секций, в том числе опухоли головы и шеи. Спасибо за внимание.